В Усть-Каменогорске продолжается реализация программы «Бюджет народного участия». Стоит напомнить, что проект стартовал в 2021 году. Тогда были собраны десятки заявок по благоустройству территорий. В текущем году уже начаты работы по обращениям жителей. Чтобы вовлечь население в благоустройство городских территорий и распределение бюджетных средств, на сайте Акимата Усть-Каменогорска с прошлого года проходит прием заявок. От жителей-горожан на свое усмотрение могут предложить проекты по зеленей территории, по установке детских и спортивных площадок, строительству и ремонту тротуаров, пандусов и многое другое. В 2021 году у нас прошел первый масштабный сбор заявок и первое голосование. На основании этого голосования был составлен список из 100 пунктов, в которые вошли работы по обустройству тротуаров, обустройству уличного освещения, обустройству дворовых территорий, установке детских площадок, вывозу несанкционированных свалок по озеленению. Полностью в плане финансирования это составляет около 1 миллиарда тенге, 980 миллионов, если быть точным. Это голосование проходило в 2021 году и сейчас, в 2022 году, эти работы реализуются. Больше всего жители города подали заявок на обустройство уличного освещения и благоустройство дворовых территорий. С 2017 года действует программа «Мой двор», направленная именно на это. По сути, мы сейчас интегрировали программу «Мой двор» с бюджетом народного участия. То есть у нас точно так же существуют определенные критерии для участия в программе. В первую очередь, это наличие оформленной аренды территории за жителями двора. То есть сама программа «Мой двор», ее основной посыл – это не благоустройство всех дворов в городе, а именно поддержка и стимуляция тех жителей, которые заинтересованы сами в своей территории, которые сами в нее вкладываются и содержат. И, соответственно, оформление документов, оформление аренды, установка камер видеонаблюдения – это первый показатель того, что люди заинтересованы. И именно это является критериями для участия в программе. По всем заявкам, собранным в марте и в июне текущего года, будет проведено голосование. На основании результатов голосования будет сформирован список работ на 2023 год. Подробную информацию о том, как принять участие в программе, можно узнать на сайте Акимата.